Темам, больше 10 миллионов казахстанцев побывали в отпуске за границей по итогам прошлого года. Это почти на 40% больше, чем в 2022. Данные приводит Ранкин КИЗ со ссылкой на пограничную службу КНБ. Аналитики привели интересный тренд. Последних четырех лет казахстанцы стали чаще путешествовать за границу, чем внутри страны. Этой возможностью воспользовались более 9 миллионов соотечественников. Эту тему изучала наша коллега, экономический обозреватель Сабина Балашкина. В рубрике «Первая цифра» готова рассказать подробности. Сабин, мы передаем тебе слово, хотим узнать. Сабина, какой возраст у путешествующих? Коллеги, доброе утро. Как отмечают аналитики, основная часть путешествующих за границу – это казахстанцы от 26 до 40 лет с доходами выше средних. По данным исследовательского центра «Жусан Аналитикс», ежемесячная заработная плата выездных туристов в прошлом году начиналась от 500 тысяч тенге. Больше 10 миллионов казахстанцев обывали в отпуске за границей по итогам прошлого года. Это почти на 40% больше, чем в 2022. Данные приводит ранкинг КИЗ со ссылкой на пограничную службу КНБ. Большая часть туристического потока приходится на соседние государства – Россию, Кыргызстан и Узбекистан. Среди зарубежных лидируют Турция, Арабские Эмираты, Египет, а также Вьетнам. В фонде туристы Камкор рассказали, какие популярные зарубежные направления стали дороже для казахстанских путешественников. Сейчас мы видим, что в некоторых странах тоже стараются поднять цену на отдых. В частности, очень сильно подорожал Таиланд. Необычно, потому что он всегда у нас у всех как бы был связан с такой мечтой о добротном и дешевом отдыхе. Вот сейчас уже мы этого сказать не можем. Это экскурсии, это туристические вылазки, это квесты и все прочее. Вот эти услуги, которые раньше стоили копейки, и те же спа, и массажи, и все прочее. Вот это вот все подорожало. По данным фонда, в прошлом году почти миллион казахстанцев оформили зарубежные путевки при помощи туристических компаний, где каждому из них присвоили туркод. Он выдается бесплатно. Его стоимость на специальный счет фонда вносит туроператор. Туркод служит защитой. При его наличии туриста гарантированно вернут в Казахстан, если в стране пребывания возникнут непредвиденные обстоятельства. Если время ожидания выезда превысит 8 часов в дневное время и больше 6 часов в ночное, то казахстанских туристов могут временно разместить в гостинице или другом месте. Такие случаи включают также организацию питания, если до отъезда остается больше 4 часов. Поэтому при выборе агентства специалисты рекомендуют уточнять, выдают ли они туркод. Очень сильно меняется обстановка международная. Рейсы международные. Может и в какой-то стране что-то незапланированное произойти. Может и по дороге. Могут отменить рейсы. Могут возникнуть другие проблемы. Если у вас будет туркод, значит вы можете безопасно ехать в любую точку. Когда вам выдают пакет с документами на выезд, обязательно проверяйте туркод, но и также просите, чтобы скачать мобильное приложение. Рейтинг самых стрессовых и загруженных аэропортов мира этого года назвали аналитики информационного справочника Visa Guide. Они учли объем пассажиропотока, площадь аэропорта, число задержек и расстояние до центра города. Первое место в этом списке занял аэропорт Лондон-Гатвик Великобритании. Он обслуживает больше 30 миллионов пассажиров и занимает площадь почти 7 миллионов квадратных метров. Кроме того, расстояние до центра одно из самых больших, почти 40 километров. Общий показатель стресса, основанный на этих факторах, 52, самые высокие в рейтинге. На второй строчке самых загруженных расположилась воздушная гавань Стамбула. За ним следует аэропорт Мюнхена в Германии. По прогнозам международных экспертов, до конца года многие туристически развитые страны привлекут рекордное число зарубежных туристов. Они это связывают с важными событиями в мире, которые пройдут этим летом. Среди них чемпионаты Европы по футболу, матчи которого намечены в Германии. В топ-10 самых популярных направлений для туризма этого года также вошли Япония, Албания, Франция, Мексика и Индонезия. Коллеги, на этом у меня все. Возвращаю эфир. Благодарим, Сабин. Я сегодня прям задам вопрос, действительно ли мое окружение от 20 до 40 лет успело слетать на отдых за границу. Это была Сабина Балашкина и ее рубрика «Первая цифра». Спасибо, Сабина. Спасибо. Сабина Балашкина и ее рубрика «Первая цифра». Спасибо. Спасибо. Спасибо.